Друзья, всех вас приветствую на канале, меня зовут Артур Аманов, и сегодня мы с вами разберем матч Лиги Чемпионов, где встречаются Зенит и Брюги. На создание данного видео ушло немало сил и времени, поэтому от вас, друзья, жду также поддержки в виде пальцев вверх, тем самым вы помогаете каналу развиваться. Традиционно, друзья, также перед анализом проведем с вами розыгрыш, где у каждого из вас будет возможность выиграть 1000 рублей на халяву. Условия, друзья, как всегда, максимально простые, все, что вам нужно сделать, это быть подписанными на этот канал, поставить палец вверх этому видео и написать в комментариях точный счет к сегодняшнему матчу. Заранее хочу вас всех предупредить, что все свои ставки я делаю в букмекерской конторе MLBet. Ссылку на нее я оставлю в закрепленном комментарии, а также по промокоду, который вы сейчас видите на экране, вы можете получить плюс 100% бонус к первому пополнению, введя его при регистрации. То есть, если пополняете на 1000, получаете 2000, если же на 10, соответственно 20. Я думаю, такой бонус никому уж точно не помешает. Ну, а победителя позапрошлого розыгрыша вы видите сейчас на экране. Теперь, друзья, давайте перейдем к самому анализу матча. Для начала взглянем на турнирную таблицу. Там мы увидим, что первые две строчки занимают Боруссия, Дортмунд и Латса, имеют в своем активе 9 и 8 очков. Ну, а за ними как раз-таки идет Брюги, который занимает третье место, имеют в своем активе 4 очка. И Зенит, у которого всего лишь 1 балл. А это значит, что у Брюги есть еще теоретические шансы попасть в зону Лиги Чемпионов. Да, они крайне малы, но все-таки они есть. Но, как минимум, им нужно сохранять свою третью строчку для попадания в Лигу Европы. Соответственно, в сегодняшнем матче им будет достаточно не проиграть. У Брюги в последних 7 домашних матчах всего лишь одно поражение от Боруссии и Дортмунд 0-3. При этом также сыграли две ничи, одна из которых как раз-таки Слацию. В остальных же 4 матчах они добыли уверенную победу. Что же касаемо Зенита, то гостевая статистика питерского клуба уж очень плоха. За 9 матчей они обыграли только лишь Химке. Во всех остальных матчах они либо проигрывали, либо добивались ничьи. Также стоит учесть и потери Зенита, ведь они намного существеннее, нежели у Брюги. Брюги потерял лишь одного полузащитника, но есть кем его заменить, поэтому в целом для команды это не проблема. У Зенита же тем временем не сыграют Караваев, Дзюба и Лаврен. Три игрока основного состава и также есть еще 4 игрока, которые находятся под вопросом. Их вы увидите на экране. Также будем учитывать, что Брюги уже добыл победу против Зенита в гостях. И перед тем, как я дам свой окончательный прогноз, хочу вам, друзья, всем еще раз напомнить, что все свои ставки я делал исключительно букмекерской конторе MLBET. Это букмекерская контора с самой широкой линией в СНГ, и там вы найдете любой матч и любой прогноз, который вам по душе. Ссылку на него я оставлю в закрепленном комментарии. Ну а моим прогнозом в этом матче будет победа Брюги с учетом хоры 0. Все-таки Брюги показывает очень хорошую игру у себя дома, и плюс ко всему нужно учитывать потери Зенита, которые очень существенны. В очной встрече Брюги уже одержал одну победу, сейчас же, я уверен, будет повторение результатов. Ну и, конечно же, друзья, я вас всех еще раз попрошу подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Также нажмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления. А если же хотите получать больше прогнозов как по линии, так и в лайве, то переходите на мой бесплатный телеграм-канал, ссылку на него я оставлю в описании. Ну а с вами был Артур Романов, и это были мои мысли и мой прогноз на сегодня. Всем удачи, всем пока!